Доброе утро, Лас-Вегас! Наверное, сейчас где-то 10 утра. Люди прям с утра работают, говорю. Как на работу, точно. Как на работу. Играют в автоматах, или они еще не уходили, я не знаю. Но мы сейчас направляемся в Гранд Кэньо. Доброе утро, Лас-Вегас! Ой, что сказать о Лас-Вегасе? Однозначно, летом в Лас-Вегас не ездить. Это однозначно. Наверное, лучшее время это весна и осень. У меня какой цель? Судя по погоде. Ну да, если не выходить на улицу, сидеть в казино, целенаправленно зашел и вышел. Да, жить можно. Но вот особенно днем ходить, это было очень тяжело. Мы хотели посмотреть, поэтому нам немножко пришлось пройти, в принципе, через отели, проходы, все. Но все равно на улицу выходишь, ощущение такое, что ты все время хочешь пить. Потому что на тебя такой дует, я уже говорила, как огромным феном. Горячущий этот воздух, просто горячущий. Вчера было 44. 44, спало солнце, стало там 40. Ну то есть это вообще, то есть меньше. Сейчас, наверное, какой-то период, может быть, у них жаркий такой, не знаю. Вот. Но это очень некомфортно, очень просто неприятно. Людям там плохо становилось, соответственно, на улице мы видели, потому что, ну, кто выдержит. То есть надо выходить, заходить, выходить, заходить, потому что вот так вот просто идти по улице, это невозможно. Может стать плохо, на самом деле. Сейчас мы выезжаем из Лас-Вегаса, направляемся в сторону Грэнд Кэньон. Не хотим терять много времени, но посмотрим, посмотрим, как получится. Сейчас я покажу, вот мы выехали с красивой улицы, и что получается дальше. Боже мой, что-то за Шумахером идет. Вот вся наша красота, она остается с этой стороны, с левой. В принципе, это одна улица, так как я и показала, это одна улица. А за ее пределами пустыня. Город очень красивый, такое ощущение, что они соревновались, кто круче, кто красивее построит, у кого что будет интереснее в отеле. То есть интересно, поехать стоит посмотреть. Кто любит играть в казино, это вообще просто мечта. Много от цены скажу, что я говорила, да, что отели есть очень симпатичные и недорогие. Вот, то есть, ну это правда, для уровня такого отеля это очень недорого. Где-нибудь в Лос-Анджелесе такой номер, в котором мы жили, стоил бы, я не знаю, около тысячи, может быть, долларов в сутки. Ну, я имею в виду даже, цены считают же не только то, что вот номер, а сам отель такого уровня, огромного, со всеми вот этими прибамбасами, которые они предлагают. То есть в цену входит всегда все, что есть в гостинице, не только сам номер. Вот, наш номер ходила покататься на этой горке, я думала, сегодня покатаюсь, но нет, что-то я не хочу. Нет, нет у меня уже столько здоровья кататься в такую жару на таких горках американских. Цены здесь, допустим, на рестораны наоборот дороже, потому что у нас в номере не было ни холодильника, ну я уже не говорю, конечно, там о микроволновке какой-то, вообще не дай бог. То есть не было ни комплиментарий, вода какая-то, которая могла бы входить уже, не было ничего, то есть хочешь что-то, иди сразу трать деньги. В гостинице цены соответствующие, то есть еда была не дешевая. Ну, было вкусно, но, не знаю, в три раза дороже, чем в обычном каком-то месте. Я показывала, что мы купили, зашли куда-то, ну куда-то мы зашли, я не знаю, купили воду, бутылка воды 5,5 доллара, в Волгарине бутылка воды была 2,5 доллара. Ну, в Волгарине, в принципе, нормальная цена, дороже, чем обычно, но нормально, учитывая, что это пустыня. Вот, а так, в общем-то, все очень-очень недешево, потому что люди приезжают сюда отдыхать, тратят деньги в основном. Вода где-то, где-то, где-то? Вода тут течет ручьем, здесь все течет ручьем. Алкоголь на каждом шагу, бары, рестораны, там, все-все-все, вот это вот. То есть, сюда надо приезжать, тратить деньги в целенаправленном магазине, в основном все европейские бутики. И какая-то китайская фуфло, вот так я скажу. То есть, очень дорого и очень фуфло какое-то. Я даже не смотрела, сколько это стоит, потому что мне это вообще не интересует. Какие-то майки, сумки, кепки, что такое, все какое-то страшное. Когда мы ехали на машине, смотрели, все очень красиво, нам все очень понравилось. Мы ехали с кондиционером. Когда мы вот зашли в номер, там посидели, надо было, конечно, сидеть до вечера, наверное, пока не потемнеет. Ну, тоже 39, но все равно на тебя хоть солнце не палит, понимаешь? Хотя бы солнце заходит. Да, жарко, но уже нету солнца. Вот, надо было наметить в бассейн, наверное, и сидеть до вечера, пока не зайдет солнце. Но нам хотелось побольше посмотреть, естественно, поэтому мы пошли. Ну, ничего, пошли и пошли один раз, слава богу, все обошлось. Вот, шоу-программ очень много, надо немножко бронировать желательно заранее, то есть обычное шоу, несколько цирков дюсселее есть. Потом я пожалела, что мы не пошли на Копперфилда. Куда бы я пошла, это на Копперфилда. Билетов на вчера уже не было. Билеты стоили от 140 долларов на человека, но на вчера уже не было, на сегодня, по-моему, да, на сегодня есть билеты. От 140 долларов на человека. Вот, очень много программ, всяких, в общем, развлечений, куйма просто от одного ходи к другому. В разное время оно все находится. Но мы, конечно, сделали ошибку, что мы пошли гулять, потому что просто уже не хотелось ничего. Не хотелось ни шоу, ни этой красоты всей. Вот, не надо было, конечно. Ну, кто знал, кто знал. В следующий раз будем поступать по-другому. У меня желание задерживаться здесь надолго нет. Я не азартный человек, слава богу, я не играю в это все ерунду. Ну, проиграли чуть-чуть денег, естественно. Вот, но удовольствия я никакого не получила, то есть все равно, все-таки я не азартный человек. Так что задерживаться здесь, просто посмотрел, походил, порадовался за людей. Как красиво они все построили. Жара, да, она жутко отталкивает. Здесь есть какая-то очень красивая пустыня с огроменными кактусами. Тоже желание ехать туда у меня сейчас нет. Уже 40 градусов показывает. Вообще никакого желания. То есть все достопримечательности просто не хочется. Уже ничего хочется назад, во Флориду. Ну, по крайней мере, да, у нас сейчас 30, это 4 градуса днем во Флориде, но ночью 22 показывает. То есть нормальные ночи у нас. Здесь ночи ненормальные.